приветище сегодня мы поиграем в игру под названием main assembly в общем написал мне разработчик этой игры и говорит не хочешь поиграть в игру похожую на trail makers только чуть понавороченнее посерьезнее я такой почесал репу и думаю а чё бы нет давай поиграем и сегодня мы будем играть за вот этого маленького милого дрончика который похож на дронов из portal возможно я ошибаюсь если ты думаешь что он похож на кого-то другого напиши об этом в комментарии обязательно но мы приступаем начнем мы конечно же с обучения самых первых азов и давай же мы узнаем что это за дрон такой прослушайте сообщение для сотрудников о life симуляция d5-1 загружена к работе приступает дрон под управлением искусственного интеллекта я проснулся ништяк я теперь могу двигаться в общем мы дрон как ты уже понял который заряжался вот на этой док станции и на скорее всего разрабатывал чувачок который сидел здесь ухты про меня даже журнал печатает обалдеть чувак наверное вот этот а хотя тут какой-то манекен фотка манекена олаф сколд тот чувак который нас разработал что ж пойдем глядяка чё здесь а и да я же искусственный интеллект привет рад видеть вас в добром здравии вас ждут в зоне симуляции и для вас открыты маленькие двери для дронов так как обычные двери могут открывать только люди и управляемые роботы ну тут принципе так и нарисовано значки типа тебе сюда в это отверстие а чувакам ну людям в двери хорошо давай пролетим посмотрим что у нас тут есть что тут в принципе делали это обычный офис где собирает робот понятно это стенд стенд с вот такими машинками которые предназначены видимо для дронов ну то есть для меня понятно летим дальше по причине технических неполадок дверь для дронов за которой находится зона симуляции не открылась я напечатал управляемого робота на одно из наших навороченных станций на напечати при калибровке произошла ошибка и робот стоит вверх ногами ничего страшного приблизьтесь к нему и переверните ну ладно это робот наш моего щас перевернем отлично теперь если вы состыкуетесь с этим роботом то сможете управлять им ну давай состыкуемся садимся ну что проверим робота в деле конечно проверим мы получили доступ над этим роботом дрон который управляет роботом офигеть да юху ну круто мы едем только вот камера что-то как-то не поворачивается так как мне хотелось бы оп 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 тихо тихо главное не впендюлиться во что-нибудь значит едем вот сюда к этой двери она открылась замечательно забрать диплом мы его забрали похоже обычная дверь здесь закрыта странно отстыкуйтесь от робота и пройдите через дверь для дронов я понял оу шарики а тортик будет здесь дрон под управлением и опознан добро пожаловать производится запуск базовой тренировочной программы передача данных в симуляцию пожалуйста ожидайте здравствуйте это ваше первое занятие по симуляции в этом мире вам предстоит создавать полезные вещи которые помогут людям такие роботы состоят из трех ингредиентов детали каркас и программа конкретно эта симуляция посвящена деталям скучно не будет давайте переходить в режим сборки это можно сделать где угодно но я сделаю вот тут вот возле на 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 принтера переходим в режим постройки перед вами должен быть построен робот подготовленный специально для вас но кое-чего в нем не хватает а именно детали которые называются стыковочный блок все доступные вам детали хранятся в каталоге который можно открыть в любой момент в режиме сборки ну давай попробуем слева приведен список категорий так ладно отстань тетка я сам тут разберусь у нас есть моторы колеса электроника колеса малые ухты какие колеса прикольные и контроллер в общем нам нужно сейчас нашу машинку доделать дело в том что на ней нет что на ней нет на ней нет посадочного модуля и мы сейчас его туда вот к нём с тобой вот он модуль теперь нужно его как-то туда подставить сейчас прям по центру вот так вот подставим закрепляем отлично посадочный модуль готов выходим из режима строителя а где моя тачка эй тачку мне верните вот засранцы тачку мы а вот она с модулем все как положено теперь мне нужно в нее сесть как-то порядок на этого робота уже установлено четыре приводных двигателя и значит программирование уже выполнено за вас нам можно об этом не думать пора напечатать нашего нового друга а вот теперь мы его печатаем потрясающий можете немного покататься на нем ну ладно сейчас покатаем крутяк пойдем дипломчики возьмем водила из меня конечно не очень крутой дипломчик раз дипломчик 2 и походу нам а подожди у нас есть дополнительные задания нужно коснитесь всех манекенов хорошо пойдем коснемся вначале съезжаем вниз вот это скорость манекен 1 и манекен 2 нужно его коснуться опа отлично все задания выполнили теперь можно заканчивать обучение и снова здравствуйте все тянет к знаниям отлично давайте уделим еще немного внимания деталям переходите в режим сборки окай как видите вас ждет уже другой робот ему не хватает другой детали посмотрим сможете ли вы понять как довести этот образец до ума ну чё тут понять то тут в принципе видно что не хватает колес даю подсказку эта деталь есть в каталоге точно давай залезем в каталог и выберем колеса какие колеса тут малые гоночные колеса ну вот их и поставим вот и каем отлично болит готов теперь давай его напечатаем ништяк ну все тетка успокойся удались мне надо больше болтать я все сообразил я все понял не дурак так едем ухты тут трамплинчики смотри нужно видимо перепрыгнуть чтобы получить диплом разгончику возьмем все гоним и надеюсь у меня хватит мощи перепрыгнуть от черт не достал но вот упали в общем эта машина требует кардинальных перемен удаляем колеса нам нужно с тобой сделать что-что-что нам нужно ее как-то поднять для этого нам нужно например вот а вот так вот так круто и вот это здорово так теперь вот это мы попробуем опустить вниз двигатели мы тоже перенесем вниз ништяк вот довольно высокая . получилось да теперь давай возьмем вот эти двигатели и перенесем их вот сюда блин а ты видел там какое-то ускорение есть подождите покажите ускорение офигеть я могу давать на двигатель ускорение оказывается ядрен батон можно все заново пожалуйста напечатайте мне новую машинку короче ресетнул эту миссию давай мы теперь спокойненько с тобой поднимем мощность на двигателях до сотни сейчас . будет гнать просто нереально до сотни поднимаем и передние задние двигатели печатаем и давай проверим мощь а вот это гоночка так теперь мы точно все поднюю видал видал вот это мы гоняем с тобой попыточка номер два блин ну теперь-то должно должно получиться вот так вот максимум разгона есть есть наконец-то наконец-то мы собрали этот диплом но нам также нужно собрать еще и вот этот диплом что что это за диплом чтобы открыть эту а нужно четыре маленьких колеса сейчас сделай мне вопрос вот они эти четыре маленьких колеса все можно я заберу дипломчик свой зашибись теперь нам осталось только коснуться трех манекенов сейчас мы это реализуем один прям на брови стоит чем не с колесами а машина едет фигонька потому что она буксует на задние колеса буксуют и поэтому управление не очень так ладно сбиваем этот манекен опа один готов где еще один еще один где-то здесь был это тоже манекен сбиваем готов и последний у нас сидит на лавочке наверху сейчас мы до него доберемся я при ну ка ну ка ну ка прям на него ништяк все челлендж выполнен идем забирать последний диплом и заезжаем на парковочку зашибись все звездочки собрали это круто идем дальше пока что ваши успехи приводят меня в восторг какой замечательный шарик ваши последние результаты превзошли все мои ожидания а я такими словами не бросаюсь вас ждет последний задание вам придется работать с нуля соберите нового робота и напечатайте его вау абсолютно нового надеюсь вы не уснули да нет я не уснул ладненько давай но до абсолютно но вот мне дали маленький каркас ну в принципе меня этот каркас устраивает давай мы значит на него накинем моторы так сюда один сюда второй накинем колеса колеса мы накинем вот такие внедорожные оп оп потом электроника контроллеры то есть посадочный модуль мы его поставим в середину все машина готова но меня не очень то устраивает ее внешний вид давай мы ее немножечко доработаем доработаем попробуем это реализовать поднимем вот этот каркас немножечко даже вот так вот его сделаем тут тоже немножечко выдвинем просто пожалуйста вперед ну но но вот так вот тоже норм будет соединяем эти детальки вот так ну вот уже что-то поинтереснее получается здесь мы с тобой сделаем спойлер такой вот ой ну в принципе такой тоже меня устраивает о вот это уже другое дело да нормальный такой видок давайте печатать и мне восхитительно удивительно конечно удивишься ты такой бы никогда в жизни не собрала по-моему прикольно выглядит да не то что было ранее женщина угомонись пожалуйста итак три задания коснуться всех манекенов показать манекену глубину не пройдите ни одной контрольной точки это в смысле это как не пройдите ни одной контрольной точки мы будем проходить все лан погнали значит так скидываем манекен вот это мы покажем ему глубину пошел вон ой я вместе с ним ладненько возвращаемся дипломчик один загорелся замечательно этот манекен мы просто сбиваем здорово а папа тихо спокойненько развернуться бы нам нужно сейчас мы поднимем наш драндулет вот так садимся и поехали сбивать еще одного где еще не то а он на лавочке сидит вон пойдем скажем ему что нельзя здесь сидеть ноги свои убрал я проехать хочу дипломчик забираем и вроде бы у нас все а вон еще один диплом подожди опасный маневр надо здесь выполнить попа чё вроде бы все собрали хотя вот этот дипломчик нет не пройдите ни одной контрольной точки ну и фиг с ним пускай это болтается здесь о новое местечко прикольника пора проверить ваши творческие способности короче это тетка сказал нам что мы можем изменять конструкцию каркас как мы это сделали в предыдущий раз то есть мы ее опередили даже немножечко ну что же давай попробуем это реализовать снова вот такая вот тачка уже прикольненько такая нормально точила и нам нужно ее немножко тут под делать ну что ж мы я думаю и сейчас подделом а может и не будем поделать чё если мы просто в нее сядем сядем и поедем а мы просто физически не проедем смотри слишком широкая до слишком широкая конструкция что же видоизменяемые нам просто нужно вот эти блоки уменьшить вот так вот и здесь тоже уменьшить и все все огонь садимся и погнали теперь мы сюда можем проехать вроде проезжаем ой ну да вмещаемся нет не вмещаемся что чуть-чуть еще чуть-чуть надо уменьшить хорошо давай мы загоним ее прямо вот туда вот прям сейчас чтоб у нас все нормально было как настоящая тачка ну смотри теперь у нас колеса прям под аркой как настоящем автомобиле ничего не торчит все путем по красоте все да поехали вроде въезжаем все пучком заехали великолепная работа и еще бы я же мастер мастер фломастер заезжаем сюда возьмем а о можно я думал двери закрыты выезжаем сюда забираем дипломчик замечательно прикольно что тут можно кататься по всей территории а не только в симуляционной комнате там он еще дипломчики и смотри так 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 оп 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 ништяк а вот этот диплом что это такое исправьте ошибку какую ошибку может быть ошибку в плане подвески давай попробуем ее исправить короче я не знаю чё но я что-то там полазил поделал подвигал и вроде бы как ошибку исправил но в принципе машинка визуально осталась такая же но диплом мы можем забрать ну и ладно чё все звезды собрали замечательно едем дальше я здесь как уже было сказано каркас состоит из пластин рам и сочленения изменяя рамы и сочленения можно добиться более тонкой регулировки каркаса переходите в режим сборки и я покажу как это делать окей давай посмотрим чё там нам покажешь перед вами очень простой робот подготовленный специально для вас отделите каркас чтобы его можно было изменить надеюсь вы помните как перемещать пластину перемещать рамы и сочленения можно похожим образом вот так где вот так а вон там вот в окошечке показывают нам на как это делается о фигасе но в принципе принципе мы это уже все делали но давай попробуем так значит отделить пластину а как как ее делить то в общем ладно у нас есть задание соединить сочленения давай это попробуем реализовать вот например вот так вот сочленения можно объединять для этого их нужно просто наложить друг на друга ну вот я это и делаю все я наложил нет непонятно нет походу не наложил в соединил наконец-то только вот эту штуку надо удалить тогда и все все вроде пучком замечательно осталось еще два сочленения соединить только можно я вот эту вот часть и выгну обратно как она была о по красоте так какие сочленения еще соединить бы нам с тобой вот например вот эти нам они здесь нафиг не сдались давай мы сделаем ее вот так вот вытянутой и здесь соединим оп хоп вот готово так поинтереснее же еще одно сочленение какое же бы вот так вот сделаем здесь знаешь закрытое такое пространство и теперь мы это все подтягиваем сюда опа ну все все по красоте только немножечко надо выгнуть это все дело вот так вот выгибаем и все все пучком болит готов можно садиться погнали нам нужно не задеть ни один манекен поэтому нужно быть очень аккуратным спокойненько тут проезжаем хопа взяли дипломчик вон там он счет стрелочки нам показывает куда-то сюда надо ехать так так что тут еще один диплом собрали ну и все в принципе можно парковаться зашибись все звезды собраны я готов что ж двигать предметы может быть весело но чтобы заниматься настоящим искусством нужно развивать свои навыки вам нужно научиться экструзии так вы сможете создавать новые пластины рамы и сочленения из уже имеющихся начнем с пластин ну в принципе мы это тоже уже делали о кстати новая тачка здорово и так экструзия вот так вот это делается и потом вот так вот и потом я могу сделать а давай мы сделаем знаешь что спойлер это мы сейчас с тобой подтянем вот сюда наверх круто и вот тебе будет спойлер крутяк вот это спойлер то посмотри каких он размеров масштаб здорово чё похоже на спойлер конечно похоже вот тут мы сейчас все это подправим здесь дугу сделаем вот такой вот это да спойлер готов надо немножечко только здесь пониже сделать это все о самолет они спойлер давай еще здесь вот крылья сделаем вот такие нет нет не в ту сторону мне это надо ну ладно приподнимем об так вот и самолет принципе готов давай сядем в эту тачку замечательно мне нужно теперь коснуться всех манекенов этого скидываем тут у нас где-то дипломчик был дипломчик вот он мой вот тут тоже есть манекенчик сейчас мы к нему в гости заедем скинем со стула а пошел ван ухты мы его сломали офигеть сломали манекен надеюсь нам счет не выставит на три биллиона миллиона рублей тут скатываемся с горочки вон там смотри спринтовать хочет манекен пойдем сейчас его тоже собьем это тебе не тренировочный лагерь здесь нельзя принтовать здесь могу спринтовать только я на тачках вот задавили манекен но в принципе они для этого и предназначены на них же еще краш-тесты делают забираем дипломы в принципе все все дипломы собраны мы умницы как нам ранее говорили и так урок моделирования подходит концу но у нас осталась еще одна тема экструзии можно подвергать не только пластины но и рамы и сочленения принцип тот же но результаты отличаются и зависит от того какой именно компонент выдавливается выпускной будет проходить на парковке когда вы сделаете все что можете отправляйтесь туда чтобы представить свое произведение искусства это как бы наша выпускная работа будет сейчас давай мы что-нибудь здесь с тобой замутим и так у нас есть пару пластин посадочный модуль же стоит сейчас нам нужно развернуть только всю эту конструкцию вот так вот и давай уже начнем что-нибудь собирать как насчет монстр трака по-моему это будет круто значит начале нам нужно сделать колесную базу вот эту часть мы экструдируем так сзади делаем то же самое колесная база готова нам нужно нам нужно сделать экструзию вниз вот готова теперь нужно сделать сам каркас делаем вот так вот опачки тут мы теперь все это сужаем чуть-чуть и вниз вот капот у нас готов можно даже тут немножечко заострить это все дело вот так в принципе но пойдет для сельской местности нормально будет здесь мы все наверное так и оставим хотя нет хотя нет колесную базу мы закрепим делаем каркас вокруг кабины замечательно только можно потоньше что-нибудь во пойдет соединяем нашу раму о замечательно здесь тоже нужно соединить рамами готова по моему чё-то вырисовывается ну вот каркас готов получилась какая-то неведомая фигня больше на универсал похоже чем на монстр трака но ничего сейчас мы добавим сюда моторы блин мотор бы побольше какие-нибудь знаешь такие мощивные здоровый мотор готов вам нравится вдохновляющие цитаты вот моя любимая мир всего лишь хост для картин нашего воображения о неплохая цитата так и сюда чё вроде бы все моторы готовы можно ли как-то их изменить кроме ускорения нет походу никак походу никак тогда втыкаем сюда колеса колеса большие вот такие сюда можно поменьше вот такие и в принципе в принципе наш монстр трак готов и единственное я не знаю влезем ли мы на дверной проем ну давай попробуем так это просто прекрасно вы настоящий художник не знаю как вам правому полушария моего мозга нужно отдохнуть к счастью следующий раздел предназначен для левого ну вот иди отдыхай наконец-то блин наверно а нет мы проедем здорово здорово замечательно едем забирать диплом на моей крутой точиле которую я сделал сам смоделировал полностью офигеть какая она скоростная так это чё это он там стирает белье свое давай мы его сейчас скинем нечего ему тут делать бах ой я чё-то сломал кажется чё-то сломал и мне нужно перевернуть моего робота переворачиваем интересно я тут проеду ли нет хорошо что я сделал монстр трак слушай а то бы я здесь не проехал на низенькой машинке есть диплом чик плохой день выполнили вот этот диплом что забираем и остался еще один диплом пройдите уровень с тяжелым роботом а где он вот диплом мы забрали все все три диплома мы получили наконец-то природа мы выпустились из школы теперь свобода и так чё мы сегодня проходим в начале как и всегда перейдите в режим сборки и напечатайте робота а ну это фигня сейчас напечатать блин но то что мы наконец-то на природе и причем тут так классно прикольно ладно давай что-нибудь уже сконструируем наша основная задача это что-нибудь конструировать постоянно делать полезные штуки для людей так чё мы собираемся здесь сделать робота мы с тобой напечатали по ходу дальше нам нужно в него сесть садимся попробуйте прокатиться не работает да ну да вернемся в режим сборки и попробуем понять в чем дело чё за подстава если у робота есть стыковочный узел вы можете воспользоваться его интерфейсом программирования это мозг вашего робота ой ёшки матрёшки мы чё сейчас программе ооо позвольте мне объяснить на что вы сейчас смотрите это ваше рабочее пространство и список узлов рабочее пространство это сетка на которой размещаются узлы программирования а в списке слева приведены категории узлов программирования которые вы можете использовать сейчас все узлы необходимые для перемещения робота уже размещены в рабочем пространстве у как тут началось то все сложно я то думал это так это то заговорился я думал это простенькая игруха тут еще и программировать нужно ладно короче смотри вот этому перетаскиваем вот сюда и все валя теперь сходного зла будут поступать сигналы на двигатель а вместе с ним и питание но все тогда выходим отсюда и мы должны в принципе поехать теперь да о да мы поехали замечательно давай прокатимся здесь похоже работает круто отведите его на парковку подожди мы только начали забираем диплом что раз-два найдите коллекционный предмет а где он тут может быть это еще одна задача коллекционный предмет найти как насчет того чтобы подняться воздух и полетать дрончиком мне кажется так а вон он вот это наверное на а дроном я смогу его забрать нет на 1 роботе доехать весь прикол в том что надо туда аккуратненько прям подъехать заехать и не навернуться давай 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 есть порядок снова зайдите в режим сборки напечатайте нового робота и испытать его все по новой вам понятно что с ним не так нет еще не понятно да похоже поворот и не самая сильная его сторона блин ты посмотри как колеса он вообще не поворачивает у него колеса сами как-то фиг пойми едут заходим в конструктор не надо перенастроить узлы взгляните на эти узлы похоже мы подключили входные узлы к источнику питания двигателей но не к узлу управления не удивительно что управлять роботом было сложного в рабочем пространстве входных узлов больше нет значит нам нужно установить их самим посмотрите на список слева откройте категорию под названием входы там вы найдете узел который так и называется вход сейчас подождите входные вход вот он еще мне его просто перетащить да точно перетащить а можно его как-то развернуть вы уже это делали что я делал наверно 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 вот вот так вот ой как криво блин как же тебя развернуть то а может быть input надо было подожди раз это в их да точно это мы должны убрать вот и тупица а это мы делаем вот так и теперь протягиваем о теперь выберите этот узел перетащите провод от входного но это я сделал уже здесь есть параметры которые можно изменить чтобы получить необходимый результат короче заходим сюда и настраиваем типа управления нажмите любую кнопку но типа вот так сделать и то же самое но для отрицательной стороны ладно вот просто восхитительно выйдите из режима программирования затем напечатайте этого робота посмотрите как он поедет хорошо да попробуем печатаем безупречно попрактикуйте этого монстра ой блин я не так сделал у меня короче лево это право а право это лево надо перепечатать его срачняк перепечатать значит здесь да здесь а должно быть как-то так печатаем во все все нормально поехали но тут пока по стрелочкам легко главное ничего не сбить могу к чертям здесь все снести замечательно два диплома получил остался последний это проложите себе путь в принципе я проложил а вон стрелочка еще одна забираем и все замечательно три дипломчика паркуемся вот блин этим ботом занимался кто-то очень ленивый и палец о палец не ударил чтобы запрограммировать его к счастью теперь вы знаете как это сделать посмотрим справитесь ли вы с этой задачкой вам нужно найти источник питания и узел управления для двигателя а потом два входных узла чтобы назначить клавиши с помощью которых вы будете управлять этим роботом не забудьте соединить все все проводами удачи когда сделаете все что хотели просто вернитесь в режим сборки напечатайте и испытайте робота ой ну хорошо значит блин нам нужно подключить мотор и управление колесами input теперь ищем мотор математика что это такое добавить удалить умножить о господи знаки обратить состояние запчасти а малый двигатель то что нам нужно мощность торможение поворот обалдеть торможение поворот да что ты будешь делать малый двигатель это двигатель который установлен спереди я правильно понимаю значит мощность вот сюда подсоединяем программируем значит плюс это мы едем вперед минус это мы едем назад давай протестируем прежде чем дальше работать над нашим роботом и так да замечательно мы едем вперед-назад здорово все получилось заходим сборку и начинаем теперь программировать наши повороты input запчасти она смотри малый двигатель потом вот он поворот вот сюда тащим соединяем плюс это д минус это а все готово печатаем все получилось я справился саму только там еще есть куча узлов и программирования которого я даже вообще в душе не знаю что и как там делать ладно поехали соберем все эти стрелочки блин я представляю что будет дальше это ж просто опупеть можно каких роботов мы сможем с тобой собирать я прям в предвкушении что будет дальше а всего-то навсего маленький летающий шарамба два дипломчика как раз выбираем все паркуемся ухты шьё моё а чё на английском то все а где русские субтитры ну капец короче завершите цепочку заберите диплом стартовать новым ботом и загрузить бота короче я так понял что мы снаружи нашей лаборатории ну да вон alive все ясно мы можем сесть вот сюда например нет сюда не можем нам просто нужно сконструировать нового бота и по всей видимости следовать вот этим стрелочкам хорошо сконструируем хотя тут уже готовы есть смотри какой крутой блатной воспользуемся им ничего менять не будем сели в тачку и поехали прокатимся need for speed ёкарный главное не влететь это снег или что это майонез или клей от привет соседа так отсылочки отсылочки проезжаем по стрелочкам у горочка какая ой врезался ну да немножечко с у меня беда. А чё, время идёт, что ли? Ох ты, чёрт. Ё-моё, время шло. Прикинь, надо было побыстрее всё это дело проехать. А, вот они, где боты-то. Смотри. И чё эти боты делают? А, я тут, короче, могу эти свои конструкции сохранять и потом загружать. Хорошо, давай мы сохраним его. Сохранить как бот. Подожди. Бот один. Сохранить. Вот он теперь есть. Теперь мы его загружаем. Загрузить. Но! Нам нужно выполнить ещё одно задание. Ээээ, теперь заходим сюда. Боты. И начать новый бот. Ооо, сколько тут возможностей, смотри. Так. Можно мне вертолётик какой-нибудь здесь сделать? Давай выберем, 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 что выбрать-то. Вот эту конструкцию выберем. Нет, не имею ввиду. Блин, столько глаза разбегается. Вот эту, короче, выберем. Так, создаём. И сейчас быстренько на него что-нибудь накинем. По-быстренькому вообще. А есть ещё комплекты какие-то. Ооо. Фига себе. Ооо. Подожди, это чё за ноги такие? Фига себе, они здоровые. Блинский. Блинский. Ты глянь на эти ноги. То есть тут ещё и можно ноги такие цеплять, не только колёса. Обалдеть. Так, хорошо. Ладно. Успокаиваемся. Переходим в обычный каталог и делаем обычные колёса с мотором. Так. Колёсико здесь будет. Здесь. Всё. Втыкаем малые колёса. Вездеходные. Теперь нам нужно, по всей видимости, его... А, тут уже, смотри, логика прописана этого робота. Ну и замечательно. То есть нам тут ничего запариваться не нужно. Просто садимся. Ага. И поехали. Ну, крутяк. Всё, бежаем. Вау. Какие-то ступеньки есть. Но они нам не нужны, потому что мы на колёсах. Блин, но всё равно, смотри. Один диплом мы не получили. Лот-бот. Я же загружал уже бот. Ай, ну и фиг с ними. Паркуемся, короче. Ю-ху. Всё. Поздравляйте меня с выпускным. Я выпустился. Хе. Короче, на этом всё. На этом наш дрончик маленький закончил обучение. Но его ждёт ещё огромная самостоятельная жизнь. А как это будет, ты увидишь в следующей серии, если поставишь много лайков. Подпишешься на канал, если ты ещё не подписался. И оставишь свой комментарий. Хочу новую серию про дрона. А на этом всё. Пока. Увидимся в новом видео.